А ты знаешь, если ты окружишь себя неправильными людьми, ты можешь потерять весь бизнес в логистике. Приветствую, с вами Евгений Ребедь. Сегодня мы обсудим 5 ключевых ошибок, которые допускают при открытии транспортно-логистического бизнеса. В первую очередь хочется поговорить о работе с родственниками. Когда начинают создавать бизнес, почему-то хотят в этот бизнес загнать всех. Сначала с жену, потом брата, свата, кумовей, дальних родственников. Но у людей такое ощущение, что они делают не бизнес, а создают вторую семью. Это в корне неправильно. Если мы говорим про бизнес, то это система, которая позволяет четко распределять, кто за что ответственен. Если что-то не выполнил, то с ним происходит наказание. Это очень просто. Он не сделал А, у него получилось Б. В семье такого не получается. Семья это больше про эмоции, про чувства. То есть там нет жесткости, такая как есть в бизнесе. В бизнесе ты должен стремиться достигать, жестко отвоевывать свое. То есть это завоевание. В семье это совершенно другие условия. Это эмоциональное состояние. Ты жалеешь, ты беспокойся, ты заботишься. И это кардинально разные вещи. У меня сколько было ситуаций, когда знакомые брали на работу брата, друзей. И знаете, чем это заканчивалось? Да очень просто. Это заканчивалось тем, что друг потерял и хорошего сотрудника, и хорошего товарища. Вследствие чего он потерял время, деньги и в итоге один сплошной негатив. Я больше скажу. Знаете в лице друга, который работал на него, кем он оказался? Правильно. Негодяем. Ну он же взял его на работу, я так классно работал. А в итоге он меня уволил. И потом попробуй докажи, кто прав, кто виноват. Но результат негативный и для бизнеса, и для личных отношений. Четко распределять. Если вы про бизнес, про задачи, про ответственность, про сроки, про договоренности, пожалуйста, будьте в роли предпринимателя, менеджера, проект-менеджера, еще какие-то позиции, которые вы занимаете на работе. Но в то же время, когда вы выходите из этих ролей, будьте в своей семье, с друзьями, в отношениях, с родственниками, в другой роли. Потому что разные цели. Здесь достижение результатов, цели и, конечно же, заработок. То здесь это больше любовь, внимание, забота и дружественные отношения. Будьте аккуратны и не путайте эти понятия никогда. И тогда вы будете получать удовольствие и от бизнеса, и от семейной жизни. Во втором пункте хочется проговорить про момент, который тоже очень важный. Это на старте многие предприниматели стараются брать кредит. Они думают, что без денег ничего невозможно организовать. Но это не так, поверьте мне. Причем, знаете, в чем основная проблема? Так, я хочу что-то делать. Так, ага, купить машину, организовать компанию транспортную. Но у меня нет денег. Надо взять кредит. Супер. Они берут кредит. Супер. У них лежит пачка денег. Все классно. А потом, знаете, что она встает? Что с этим делать? Ну окей. Даже пусть это не проблема глобальная. Мы начали что-то делать. А вы же понимаете, когда вы стартуете какой-то бизнес, вы не знаете особенности рынка. Вы не знаете до конца свой продукт. Не знаете своих клиентов. Множество других нюансов с персоналом возникнет. То есть у вас будут появляться ошибки. Это нормально. Потому что вы только начинаете свой путь. Но вопрос в том, что банки, которым вы должны кредиты, они не будут спрашивать у вас, есть у вас проблема, нет у вас проблемы. Вы каждый месяц в определенную дату должны приносить деньги. И это нормально. Эти ошибки будут у вас регулярные. То вы не можете их предсказать. У вас нет опыта. И ситуация в том, что вы когда начинаете развиваться, этот кредит будет вас душить, давить. И фактически вы не справитесь. По той простой причине, что у вас нет опыта, у вас нет налаженной системы. И соответственно, банки заберут все ваше имущество. И собственно вы потеряете бизнес. Когда брать кредит, спросите вы меня. Это очень сложный вопрос. И каждый собственник бизнеса сам принимает решение. По своему опыту, я брал кредит только тогда, когда первое. У меня была отлаженная система. То есть компания работала и приносила прибыль. Была четкая цель кредита. Для чего я ее брал? Я брал кредит для того, чтобы увеличить процент рынка. То есть я увеличил бюджет маркетинга, привлечение клиентов. Для того, чтобы клиентов было больше. Я смог больше продавать. И соответственно, наша компания больше стала генерить прибыль. И мы имели даже ресурс денег для того, чтобы покрыть кредит на всякий случай. То есть первые 3-4 месяца у нас был резерв, если что-то пойдет не так. Когда мы уже взяли кредит, компании было 7 или 8 лет. Я уже четко не помню. И у нас был довольно большой опыт уже на рынке. Но при всем нашем опыте, были такие ситуации, которые форс-мажорные. И вот этот резерв на 3 месяца нам пригодился. Поэтому я рекомендую, перед тем, как брать кредит, настройте работу своей компании. И только с конкретной целью брать кредит. При минимальных рисках. Тогда он будет полезен вашему бизнесу. И вы сможете быстрее вырасти. Но ни в коем случае не пользуйтесь кредитными средствами на старте бизнеса. Обходитесь своими деньгами. Возьмите, может быть, долги у родственников, еще что-либо. Это уже другой момент. Но обойдитесь минимальными средствами, чтобы наладить систему работы. Но когда уже система начнет вращаться и генерить одну гривну, вторую, третью, четвертую. Уже после этого вы увидите, где можно эти деньги увеличивать. И только тогда вы сможете обращаться к кредитным линиям. В третьем пункте хотелось бы поговорить о приобретении подвижного состава. Да, именно автомобилях. Очень часто любая компания планирует покупку автомобилей. Это хорошее желание. Потому что в целом это оборудование, которое приносит деньги. Купив один, два, три автомобиля. Ну, сколько у вас есть денег? Новый, бэушный, непринципиально. Классно, машина хорошая. Починились, сделали, она работает. Минимальный расход, все классно. Знают, как правильно водить автомобили. Они знают, как обслуживать автомобили. Как делать минимальный расход. Простраивать правильные маршруты. Они все это хорошо знают. И они могут это делать. То есть создать качественный сервис и продукт они умеют. Это очень круто. Но они только потом задумываются. Ну, машина есть, хорошо. Она должна приносить деньги. Но основная проблема, они не знают, как прилечь клиентов. Они не знают, как заключить с ними договора. Они не знают, где найти загрузки. Они не знают, где найти качественных клиентов, которые готовы работать долгосрочно. И это является довольно большой ошибкой. Перед тем, как приобретать автомобили, найти 2-3 варианта с клиентами, чтобы у вас заранее были заказы и заявки под те автомобили, которые вы купите. Конечно же, нужно обсудить, что это за грузы. Это палетные грузы, наливные, насыпные. Ну, грузы могут быть разные, сами понимаете. То есть, есть цистерны, есть тентовые автомобили. Здесь нужно эти моменты соблюдать. И я уверен, что в следующих выпусках мы поговорим об этом. Но если у вас нет заранее договоренностей с клиентом, то есть очень большой риск, что вы купите машины. Они будут стоять у вас на площадке. А следующую историю, я думаю, что вы знаете. Но если не знаете, я немножко расскажу. Потом вы даете объявление на сайты продажи автомобилей. У вас не покупают машины. Вы опускаете цену ниже, ниже, ниже. И продаете машину, чтобы она не гнила. Но проблема в том, что вы на этом не заработаете. Вы потеряете большие деньги. И у вас уже не будет желания организовать транспортный бизнес. Поэтому я вас очень сильно прошу. Перед тем, как покупать автомобили, найдите клиентов, под которых вы будете покупать эти машины. И поверьте, тогда у вас все будет отлично. Хотел тебя спросить, что бы ты хотел, чтобы мы осветили на канале? Уверен, не только тебе, а всей аудитории, это будет интересно. Напиши в комментариях, что тебе интересно. И какие ошибки ты бы хотел рассмотреть. Перейдем к четвертому пункту. Ну, вернее, не пункту, а четвертой ошибке. Очень часто, когда молодая компания начинает работать на рынке транспортных услуг или складских услуг. Ну, тот продукт, который вы продаете. Вы стараетесь угодить клиенту. Сегодня клиент захотел автомобильную доставку. Завтра морскую. Потом, возможно, таможенные услуги ему нужны. В общем, каждый раз у клиентов меняются потребности. И вы знаете, как вот этот волк. Помните, раньше в детстве игра была. То есть, с яйцами бегает, пытаясь уловить все заказы абсолютно разные. Вы никогда все заказы не уловите. Это невозможно. Под любого клиента подстраиваться это неправильно. Вы больше потеряете время, денег, и это будет непродуктивно. Вы не сможете зарабатывать хорошие деньги. Выбирай 3-4 продукта, которые являются для вас ключевыми. То есть, если вы занимаетесь автоперевозками, фокусируйтесь на автомобильных перевозках. Если это складской сервис, фокусируйтесь и станьте номером один в складском сервисе. И поверьте, тогда клиенты будут уже к вам приходить. Когда клиент знает, что, например, эта компания занимается только складскими услугами, она придет к вам, зная, что вы эксперт в складских услугах. И когда к вам клиент будет приходить, а давайте сделайте нам автоперевозку или морскую, вам придется сделать самое страшное. Знаете что? Отказать ему. Правильно. Вы ему скажете, вы знаете, в складском сервисе мы эксперты. Мы можем вам сделать и это, и это, и это. И у вас будет заработок, и мы поможем вам. Но что касается автомобильных перевозок, это не наша экспертность. И здесь мы не сделаем вам сервис. Многие скажут, надо начать, попробовать, там оно как-то попрет, пойдет и все будет хорошо. Если вы клиенту сделали плохой сервис, он к вам очень редко когда вернется. И даже если вы потом его каким-то образом вернете, вот этот осадочек останется. А знаете еще, что самое страшное? Когда вы клиенту делаете хороший сервис, он вас всех рекомендует. А вы же знаете, что происходит, когда клиент получает плохой сервис? Он не то, что не рекомендует всем. Он всем расскажет, чтобы с вами не работали, потому что будут постоянные проблемы и какие-то сложности. Не каждый клиент, ваш клиент. Ну и напоследок у нас остался пятый пункт, который совершают молодые предприниматели, которые хотят заработать денег в сфере транспорта и логистики. Они сделали самое ценное. Они построили первый этап своей компании. Когда у них есть уже заказы от клиентов и соответственно есть заявки, которые они обрабатывают. И они начали зарабатывать какие-то небольшие деньги. И они такие смотрят, круто работает, класс, я молодец, что же теперь нужно делать? Сейчас я наберу толпу сотрудников и все будет круто, я буду зарабатывать в разы больше. Ну и понятно, набирает одного, второго, третьего, четвертого, начинается вся эта работа. Появляется такая иллюзия. Да, вместо меня могут работать люди, все классно, особенно я и не нужен. Здесь работа с клиентами происходит, здесь создается продукт, услуга, который получает клиент. Вы думаете, что можешь все работать без меня. А потом вы замечаете, как здесь появляется проблема, здесь проблема, здесь проблема. И начинается какое-то землетрясение внутри компании. Вы дали слабину и вы перестали работать и быть драйвером своей компании. Если вы не драйвите команду, не драйвите коллектив, ничего не будет. Представьте, что ваша компания это как человеческий организм. И в этом организме вы, да, именно вы, вы являетесь сердцем. И вы качаете кровь по всем системам организма. И если вы ее не будете качать, ничего работать не будет. Вы должны показывать пример. Важно быть лидером. И если вы показываете, как это делать, вы являетесь примером. Это знаете, как в армии. Есть генерал, который сам может и сапоги постирать, и на танки поехать, и раздать кому-то словечко правильное, и с клиентом отстоять интересы компании. То есть сотрудники такие будут, которые будут смотреть на вас как пример и повторять за вами. А если вы думаете, что вы наймете двоих-троих ребят, которые, собственно, сами все сделают, это иллюзия, и поверьте, это не работает. По той простой причине, что вы, как собственник бизнеса, являетесь драйвером этого бизнеса. Без вас все остальное работать не будет. И если вы не будете этим генералом, то ваша команда будет слабая, она ничего не будет хотеть, она не будет развиваться, двигаться. Вы должны быть примером. Поэтому отбросьте вот эти иллюзии, знаете, что команда будет работать сама, я приду, как-то все будет хорошо. На стартовом этапе развития компании это не работает. Только вы являетесь тем успехом, которого может добиться компания. Также хочу обратить ваше внимание на то, что этих ошибок может быть намного больше, чем пять. И у каждого они свои, и это классно, потому что каждый из вас уникален. Но это те ошибки, которые самые популярны. Обратите на них внимание. Эти ошибки могут губительно повлиять на вашу компанию и в первую очередь на вас. Обратите на них внимание, и я уверен, вы добьетесь успеха. Ой, секундочку, чуть не забыл о самом главном. Так вот, встать в свой королевский жирный лайк, подписывайся и жмакай на колокольчик. Мне это очень важно, потому что от этого я буду понимать, какой контент снимать тебе дальше. И следи за выпусками. Уверен, будет интересно и полезно. Продолжение следует...